Добрый день! Итак, падение розничных продаж. Почему упало? Я думаю, есть несколько факторов. Прежде всего, рост темы экономики. О том, о чем говорили раньше немножко. Что происходит? В связи с тем, что большая часть торговли уходит в тень. Контрабанда тоже. Даже не контрабанда. Наша продукция. Сейчас вы берете на нашем предприятии продукцию, вам говорят, значит так, по безналу одна цена, за налог совершенно другая, за доллары третий. Естественно, вы начинаете торговаться, но если вы взяли продукцию за наличку, это не официальная торговля, это уже пошли как бы торговля западила. Но я что вам скажу, что падение очень большое. Очень большое. Вот такие показатели падения розничных продаж, там, фактически, почти 30. У нас было только 90-е года. В 2008-м такого не было. В 2008-м однозначно такого не было. Мало того, в 2013-м у нас рост рост этих продаж было 13-16%. Люди действительно, что называется, покупали. Рынок потребления сейчас фактически падает. Я так понимаю, по итогам года будет падение больше 30%. Никто такое не ждал. Чтобы вы немножко правильно поняли, этот учет ведется в деньгах. По этой причине, не учтите еще рост цен. А теперь, если предсчитать это на количество товара, то ж какое падение колоссальное. Да, люди начали меньше покупать. Это факт. Доходы не позволяют. Это одна из моделей, ну как бы, международного валютного фонда. Они считают, мы сожмем. В результате выстроится некое общество экономных людей. Ну, скорее всего ничего не получится. Вообще, по большому счету, в мире считается, что если розничные продажи не растут, не растут, это уже плохо. Рынок потребления, вот главный индикатор любой нормальной экономики. И то, что у нас розничные продажи падают, это говорит о том, что наша экономика валится. И когда начинают говорить, а вот в следующем году будет рост. Как он будет? Для того, чтобы был рост, у вас должны расти потребления. Тогда растет рост ВВП. А если у вас идет падение, ну или вы можете считать, что это просто пересчитание. Причем, обращаю ваше внимание, у нас сейчас падают продажи. Не только одежда, но понятно, одежда, бытовая техника, это само слое. Продукты питания. На сегодняшний момент у нас даже по таким брендам торговых сетях больших, они фиксируют уменьшение продажи продуктов питания. Это при том, что они начали больше продавать эконом продуктов. Все равно уменьшается. Но МФ считает правильно. Они считают, что вот еще немножко, еще дожать, дожать, дожать. И украинцы сделают чудо. Не знаю. Почему не считают, что будет чудом? Я считаю, что это будет тупик. Вообще, по большому счету, по большому счету, надо обращать внимание не на рост ВВП, а на рост розыжных продаж. Мне кажется, это более интересный и правильный показатель, который оценивает состояние экономики Украины. Тут и теневая экономика, и реальные доходы, и реальные расходы украинцы. Падаем! Пока что падаем! Падаем! Субтитры создавал DimaTorzok